Эти фотографии опубликовал в своём микроблоге китайский журналист Джан Кэ. На них сотни нераспакованных коробок с гуманитарной помощью для жертв страшного землетрясения в провинции Сычуань. Со дня бедствия прошло почти четыре года, но эти переданные в дар вещи так и не дошли до адресатов и сейчас лежат на территории дома престарелых в уезде Бычуань. Судя по надписям на коробках, в них покрывала бутылки для горячей воды и детская одежда. Китайские пользователи интернета многократно переопубликовали эту запись в блоге журналиста, требуя у власти объяснить, как могло так произойти, что помощь так и не дошла до тех, кто в ней очень нуждался. Уездные власти, в свою очередь, сообщили, что эти пожертвованные вещи не портятся и что это остатки после помощи жертвам землетрясения, сохранённые на случай будущих катастроф, а дом престарелых служит временным складом. «Скажем так, это наши обычные запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Мы хранили их в здании, которое потом снесли. Поэтому их переместили в дом престарелых. Потом, когда здания восстановят, их заберут». Между тем, добровольцы, помогавшие пострадавшим жителям Сычуани после землетрясения, говорят, что видели много пожертвованных вещей, которые так и не были разданы нуждающимся в них людям. «В то время раздача помощи после землетрясения была нерациональной. Чиновники многих районов имели намерение припасти разные вещи. Я сам лично знаю, что во многих местах власти раздали только минимум, которого с трудом хватило жертвам землетрясения, а остальное оставили на складах». Землетрясение, произошедшее в Сычуане 12 мая 2008 года, унесло жизни 68 тысяч человек. Ещё сотни тысяч остались без крыши над головой и средств к существованию. В то время на горе людей откликнулись многие китайцы, и всего за несколько дней со всей страны для Сычуани собрали гуманитарную помощь на сотни миллионов долларов. По всей видимости, многие пожертвования оказались напрасными.